И чё, начинаем на том же самом месте, с вами как всегда я, вот не Маркаве, и чё, последняя тачка, самые зрячие уже посмотрели, что у меня есть такой Lamborghini Huracan, который я купил тоже за 22 миллиона с рук и комиссия LM200, но это вы всё сейчас, конечно же, увидите. Три видоса, да, и на Lamborghini мы поставим номер 007, 177, топ, всё, всё, теперь у нас ламба на 007, 177, вообще смотрится дико, и во всех я, конечно. Что я могу сказать, это прямой конкурент Lamborghini, ой, Lamborghini не хотел сказать, Ferrari 4, а я даже не знаю, 5.8, скорее всего, потому что они где-то плюс-минус в тех же годах выпускались, а уже Performante, это уже 4.8.8. Короче, я умничать не буду, потому что я не шарю, тонируем, тонируем тёклу на 60, 80, 80, фонари тонируем на 40, делаем кристально-белый цвет, всё. И 70 тысяч уходит просто. Как говорится, красивые парни тонируются, поэтому я сделаю лёгенькую тонировочку по тюнингу. Сразу, что я хочу изменить, это диски. Вот это прям очень хочу изменить. Ну а здесь есть ещё и... Бля, у меня же хп нету. Да, сейчас 5 секунд, и мы приедем. Горнадов, короче, здорово. Ламборгини Хуракан. Вот, мне кажется, это самый удачный Ламборгини всех Ламборгини. Сказано, конечно, как отрезал. Конечно, есть ещё и Галларда, это, можно сказать, предыдущий кузов Хуракана, как бы так. Мурселагуа, это предыдущий кузов, как бы, Авинтадора. На Авинтадор мне не очень заходит. А как по мне, Хуракан, это дешёво и сердито. Вот. Можно вот это, выйдешь, как бы, я заеду. Короче, спойлера. Кто видел серию по тачке на прокачку, я видел, как я твил Хуракан. Но здесь я так колхозить, конечно же, его не буду. Расширения. Что по расширениях? Широкие такие. А в чём прикол вторых? Добавляется эта фигня, да, карбоновая? Нет, мне его ставить, конечно же, не будем. Второй бампер, это карбон. И третий, это... Сплитера. Не хочу. Задний бампер, там тоже какой-то колхоз, да. Диффузоры всякие. Нет, нет, нет. Пожалуй, короче, от всего этого откажусь. И мы поставим онли диски и покрасим её, конечно же, в другой цвет. Диски поставим все-таки 35-й, как я хотел на фирале, только поставим мы его на Хуракан. Сделаем немного побольше радиус колёс, а то он слишком маленький. А, низкий профиль и так уже, я понял. Ну, резину как бы в другую бы добавить. Какую-то такую, чтобы она не выделялась особо. Давайте вот такую. Нормально. Члена, в принципе, норм. Так, вынос, вынос. Вот такой вот нас вынос делаем. И сделаем развальчик. Всё. Задних на передние. Передние немного мы спрятаем, потому что они слишком выпирают. В принципе, как и задние, ну да ладно. Вот так вот сделаем, и задних немножечко. Вот так. Всё. Я думаю, вообще по кайфу. В принципе, разно широкие диски можно здесь сделать. Радиус немного поменьше. Где-то вот так. Ну и всё, 630 тысяч. Бам. Диски у нас теперь другие. Никто так и сразу не сказал, что у меня радиус передних дисков меньше, чем задних. А подождите, я наоборот не сделаю. Что я могу сказать? За... Это уже во мне Феррари, которая на СГУ здесь останавливается. На камере надо. И что-то здесь чип такой стоял прям. Вообще мне дико неудобно на нём ездить. Ну что, мне кажется, я хотел, очень хотел Хуракана давным-давно. Мне кажется, я буду ездить на Феррари из-за того, что у меня даже тупо есть СГУ. Хотя я считаю это беспомысленно. Зачем мы вообще придумали тормоза? Типа, притормозили. И всё. Там Ешка стоит. Ё-моё. Кто-то я улетел. Там дрифт начался. Ну да и пофиг. Что мы будем сейчас сделать? Мы сейчас его немножечко перекрасим. И проверим, кстати, опять максималочку. Потому что у нас опять 101-й бензин. И, кстати, купил я этот Хуракан. Вы, наверное, уже видели кого. И за домик спасибо. Винстону или как там пацан назывался. Ну вы, короче, это уже всё, конечно же, увидели. И пробега даже тоже 5100. На Феррари 4800, здесь 5100. Ладно, газ в пол. Он будет ехать около 480 км в час. Потому что сток Хуракан едет 450 и 101-й бензин добавляет. А, 445 даже, да? Подождите. 485 минус 25 это 460 даже стоковый Хуракан едет. Да, потому что 101-й бензин прибавляет 25 км к максималке. Вот так вот. Не Ламборгини. Чё по Ламборгини? Ламборгини... Так. Выходи. Ламборгини это какой цвет? Это красный, это оранжевый, это зелёный и это белый. Ну, жёлтый, ну, типа... Ну, такое, так. Металик сразу. Так. Есть ли оранжевый Ламборгини, да? А... А у меня квадрат ещё стоит. А можно, как бы, убрать? Ой. Ну, короче, убрал крок квадрат, зачем он мне нужен? Рыжая Ламба банальна, согласен. Чёрная Ламба тоже банальна, согласен. Если сделать чёрную Ламбу и, например, белые диски, чё будет? Ну, будет, конечно, не очень, согласен тоже. Так, цвет кузова. Да, блин, чё я всегда на этот хамалеон тыкаю? Так, красная. Ну, нет. Так, цвет дисков сразу чёрный сделать. Красная. Уже носились в Феррари красные. Нет, зачем? Белая. Вот я хочу больше всего белую. Если брать такую вот зелёную ихнюю, тоже, кстати, неплохо. Хотя у меня есть зелёный уже МГГТ. Если брать жёлтую, чисто. Если брать жёлтую. У жёлтого у меня ничего нет. Не смотрится она. Если брать голубую. Нет, тоже не смотрится. И серая. Серая, кстати, плюс-минус. А если голубая, вот такая вот, как Авинтадор. Ну, тоже есть что-то в таком, кстати. Тёмно-синяя, вот такая, чёрные диски. Ну, нет, давайте сделаем её белую. Хочу белую лампу. И диски как бы немного... А-а-а. Если белый, нет-нет-нет. Всё, спасибо. А-а-а. Вот. В принципе, да и всё. Белая лампа. А-а-а. И надо немножко подвеску подредактировать. Потому что у нас, как видите, колёса в арках. Ну, поехали. Чё у нас тип-чу... А-а-а. А-чип-тюнинг. И исправим данное дело. Кстати, трек-хок чё-то не едет. Пацан, походу, новый купил. Ставим отчеро на чип. Мне всегда нравился. В принципе, подняли. Теперь колёса в арках. Блин, почти. Надо немножечко подправить. Немножечко. Чё я могу сказать? Белый Хуракан смотрится вообще идеально. Если б ещё здесь был обвес перфоманта, почему я столько не покупал Хуракан? Потому что здесь нету обвеса перфоманта. Кто не знал, он отличается немножечко передним бампером, задним бампером, выхлоп у него в бампере. Такие две дырки большие в бампере. и спойлером. Ну, хотя бы бы добавили спойлера, как у Гордея. Вот такой вот. Был бы вообще топ. А вот такой, либо, ладно, если прям уж очень сильно захотеть, как на CCD, есть такой обвес, называется Эво. Ламборгини Хуракан Эво. Вот он тоже идеальный просто. Кстати, чё по багажнику и по капоту? Открывается чё-то? Открывается V10, ну и багажник. Ну, в принципе, хотя бы большое спасибо и на этом. А на этом всё. Такой вот Хуракан у нас вышел. Чисто проголосуйте в комментариях слева или справа. Ламборгини либо Феррари. Можно сказать битву как Мерседас и БМВ, только Феррари и Ламборгини тоже. Пишите, чё вам больше нравится по дизайну. Лично, жопа, мне нравится больше Феррари. Если смотреть на морду, мне больше нравится морда Ламборгини. Если смотреть по бокам, то Феррари она какая-то более злая. Короче, финальный штрих Хуракан, вернее 8.8 Ой, 8.8 Убираем мои тачки, едем на БУ, сливаем все приоры, которые у меня остались от номеров, все Нивы, которые у меня остались от номеров. Зачем я тогда это всё затеял, я не знаю. И закончим эту историю с номерами ААА 007. Вот. Вообще, пишите, как вам ААА. Конечно, мне больше нравились мои ООО на 78-м регионе, чем ААА. Хотя в ААА, короче, в Аньке есть тоже что-то, чем в Ольге. Ольге цепляет своим, Аньке цепляет своим. Короче, да. Мы уже подъехали, F3 убрать транспорт. Достаем приору, давайте, урван раз. Так, я не буду уже таким мелочем. Чё? Зачем? 287 тысяч раз. Так, у меня, у меня минус места. Так, ой, я чуть приору с 7 именем не слил. Вторая приора 2 уходит. Давай, заводись. Вторая уходит 294 ушла. И третья приора на номере, которая была на Феррари, тоже уходит за 294 тысячи дзинь. Да и всё, больше нас уже ничего не было, да. 14 автомобилей, минус 5 мест. Больше у меня уже нету чего сливать. Короче, с вами была вот такая вот серийка вышла. Пишите, как вам, чё вам. В следующей серии мы соберём все тачки с автопарка, заснимем мой автопарк в 2020 году. Да и зафиналимся. Всё, всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока.